ТОП 6 ЛУЧШИХ РОБОТОВ МОЙЩИКОВ ОКОН В этой подборке рассмотрим 6 лучших роботов для мойки окон от известных производителей Xiaomi Hobot, D-Bot, Atwell, Secotec, EcoVax. В ходе сравнения определим сильные и слабые стороны рассматриваемых моделей, а также определимся, на что акцентировать внимание при покупке. В описании под видео находятся ссылки на магазины с лучшими ценами и предложениями. Если вы живете на верхних этажах, то автоматический мойщик окон будет для вас настоящим спасением. Вам не нужно будет высовываться из окна, чтобы помыть его, да и вообще прилагать к этому какие-либо усилия. Только установить робота на позицию и запустить его. Устройства могут работать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Модели в рейтинге расставлены по местам по соотношению цена-качество. Цены на них сейчас быстро меняются, поэтому на момент просмотра они могут устареть, узнать актуальные цены и выбрать магазин с лучшим предложением в вашем городе вы можете по ссылкам под видео. Лучший выбор – это выбор покупателей. Шестое место – D-Bot W100. Это самый недорогой мойщик в рейтинге, продается всего за 18 тысяч рублей. Небольшой вес менее 1 килограмма – это одно из главных его достоинств. Такой мойщик легко устанавливать и снимать со стекла. Для мытья безрамных окон, зеркал, плиток и просто стеклянных поверхностей без рам предусмотрены специальные датчики, которые корректно определяют края рабочей зоны. Однако округлый корпус не позволяет устройству вычистить все углы. Высокий корпус на 120 мм делает невозможным использование робота на стеклах под решетками. Также у него не очень впечатляющая скорость работы – всего 0,25 квадратных метра в минуту. Управление роботом производится исключительно через пульт. Мобильного приложения не предусмотрено. Однако, хоть робот и относится к чуть устаревшему типу с круглыми салфетками, цена у него привлекательная, что подтверждают положительные отзывы покупателей. Шикарный помощник. У нас площадь остекления лоджии – 18 квадратных метров. Отмыть руками просто нереально, а этот малыш моет отлично. Особенно, если следовать этапам по инструкции. Нашу площадь отмыли за день в несколько подходов. Правда, углы все равно не очень хорошо отмывает, но это мелочи. Пятое место – Hobot 288. Этот робот стоит уже дороже – около 30 тысяч рублей. По аналогии с предыдущей моделью, имеет небольшой вес, поэтому его легко закрепить на вертикальной поверхности. Главное отличие – это другой тип роботов – квадратной формы, что позволяет значительно лучше промывать углы. К плюсам также можно отнести и удобное мобильное приложение, с помощью которого происходит управление устройством. Однако, если вам удобнее управлять через пульт, то он тоже есть в комплекте. Высота корпуса в 10 сантиметров делает мытье стекол под решетками сложной задачей. Также надо учитывать, что минимальный размер окна, которое может мыть робот, не менее 40 сантиметров. Собственно, этот робот не подойдет тем, у кого зарешечены окна или требуется отмывать небольшие площади. В остальных случаях он станет неплохим помощником. Вот отзыв одного из покупателей об этом роботе-мойщике окон. Отличный робот-помощник, незаменим для тех, кто боится высоты. Моет отлично! Использую для наружных стекол. Сначала прохожусь с синей тряпочкой для сбора пыли, а затем желтой, слегка смоченной обычной водой из пульверизатора. Если сильно намочить, будет проскальзывать и получатся разводы. Дополнительно заказывала к нему тряпочки в интернете. Требуется периодически очистка гусениц по инструкции. Несложная, но без нее гусеницы хуже цепляются за окна. Робот начинает стоять на месте. Четвертое место Xiaomi Hut DDC55. Этот робот для мойки окон стоит 17 тысяч рублей. Как однозначное преимущество можно выделить высоту корпуса. Она всего 85 миллиметров, благодаря чему робот сможет без проблем очищать стекла под решеткой. Плюс устройство весит не очень много, чуть больше килограмма. Также робот умеет мыть безрамные поверхности, то есть отлично подойдет не только для окон, но и для стеклянных перегородок, зеркал, кафеля. Правда, округлый корпус не позволяет качественно промыть углы. Все управление мощиком производится только через пульт. Для Xiaomi это не совсем типично, так как они пытаются упростить использование бытовой техники, разрабатывая под нее мобильные приложения. Большинство отзывов пользователей на этот пылесос положительны, даже несмотря на небольшие недостатки. Отлично держится на вертикальной поверхности, не падал ни разу, но для страховки есть трос 8 метров. Балкон вымыт, и это счастье, так как окна открываются по типу купе, и мыть с внешней стороны было большим риском. В комплекте 6 пар тряпочек, это очень актуально, так как их нужно часто менять. Третье место. Ecovax WinBot X. Самый дорогой робот в рейтинге, его цена более 60 тысяч рублей. Высокая цена обусловлена работой от аккумулятора, ранее от сети. Аккумулятор дает преимущество в том, что не нужно тянуть провода к окну и беспокоиться, что может нарушиться подача питания. Время автономной работы устройства составляет 50 минут, чего должно быть достаточно для мойки большого оконного блока. Еще у этого робота очень низкий уровень шума, который он производит во время мойки окна. Главным недостатком является, конечно же, цена. Роботы с таким функционалом, но работающие от сети, стоят в среднем вдвое дешевле. Еще у его корпуса достаточно большая высота 120 миллиметров, что не позволяет мыть стекла под решетками. Весит тоже немало, примерно на 500-600 грамм больше многих моделей в рейтинге, что усложняет эксплуатацию. Плюс он не умеет работать с маленькими площадями до 50 сантиметров квадратных. Управлять роботом можно только через пульт. Пользователи оценивают этот мойщик положительно, несмотря на описанные ранее недостатки. Первый мой опыт с таким очистителем, поэтому сначала посмотрела некоторые обзоры, а после получения уже начала активно его эксплуатировать. Хорошо держится на вертикальной поверхности стекла, отлично очищает окна, не пропускает ни сантиметра. Это важно. Второе место – Secotec Congo Windroid 970. Этот робот из Испании с отличным соотношением цена-качество стоит всего 45 тысяч рублей. Главным отличительным преимуществом этой модели перед другими вариантами из топа является установка одной из салфеток на подвижную платформу, которая совершает трущие движения. Такая особенность позволяет быстро оттирать даже очень сильные загрязнения. Собственно, эта особенность и дает этому роботу заслуженное второе место топа. Правда, у этого робота тоже не все идеально. Он отличается самым большим весом в топе – 2,5 килограмма. Производитель рекомендует дополнительно фиксировать устройство страховочным шнуром, так как при таком весе риск падения с вертикальной поверхности возрастает. Управлять роботом можно только через пульт. Так описывает свой опыт один из пользователей. Работает от розетки и не отваливается. Оснащен мощной присоской. Есть разные режимы уборки, управление с пульта. Неплохое качество уборки. Нравится, как промывает у краев и в углах аккуратно и быстро. Первое место – Atwell Zoro Z5. Данная модель заняла первое место, потому что у нее отсутствуют какие-либо серьезные недостатки, есть весомые достоинства и при этом она стоит всего 24 тысячи рублей. Мнение об отсутствии у модели от Atwell каких-либо серьезных недостатков мы сделали на основе анализа отзывов покупателей. При этом, по своим характеристикам, устройство никак не уступает другим моделям из топа. Мойщик умеет очищать даже очень маленькие окна от 27 сантиметров. Один килограмм веса делает его эксплуатацию сравнительно простой, плюс позволяет добиться более высокой скорости очистки по сравнению с конкурентами. По скорости работы это самый быстрый робот в рейтинге. 40 минут работы от резервного аккумулятора хватит, чтобы успеть принять меры при неожиданном отключении робота от сети. Еще у него есть удобное приложение, где можно не только управлять устройством, но и собирать данные об уборке. Также у этого робота самая лучшая универсальность среди конкурентов. Он может без проблем мыть маленькие окна, большие окна и проходить под решетками. Согласитесь, что обидно приобрести робота, который не сможет помыть все окна из-за их размеров или оконных решеток. Тут мы избавлены от этой неприятности. Плюс устройство получилось даже немного дешевле некоторых своих аналогов. Так об этом мойщике окон отзывается один из покупателей. С этим роботом все отлично. Моет все створки и хорошо промывает около рам и углов, в отличие от роботов с круглыми колесами. Живу на 22 этаже, так что потребность у меня есть. Пересмотрела их кучу. Этот самый лучший. Нареканий нет никаких от слова совсем. При выборе робота для мойки окон обязательно обращайте внимание на такие важные характеристики, как тип салфеток, скорость работы, минимальные размеры окна, габариты и вес. Высота корпуса очень важна для тех, у кого окна закрыты решеткой. В этом случае она не должна быть больше 90 мм. Помните, что роботы с круглыми салфетками не промывают углы. Также смотрите на отзывы других покупателей, чтобы ваш выбор радовал вас долго. А нас порадует ваш лайк. Спасибо, что посмотрели это видео. Ссылки на все мойщики окон и стопа мы оставим в закрепленном комментарии. Напоминаем, что подписка на канал помогает вам с лучшим выбором и бережет семейный бюджет.